всем всем день добрый ну вот наконец-то сдвинулись работы более-менее уже полноценно сдвинулись по работе с этими бритовками обточены то есть по грубому ну то есть в размеры в размеры загнаны вот эти вот варианты дамасской сталь сейчас начну уже работы то есть которые будут придавать какие-то формы похожие на бритвы и так далее так далее как говорится начало положено хочу еще показать вот такой вот ремешок который впаривают как кожаный это не кожа вы если видите что-то такое подобное то вы сразу наберите алиэкспресс в поиске ремень для бритвы и вы его там увидите то есть это не кожа это картон кожа это вот да да вот так да по колхозному я буду думать я буду искать я уже начал это то есть как бы найти бижутерию вот это вот что все сделать как бы полноценно чтобы отварился кремень вот почему это показываю ремень не мой вот этот вот его мне прислали в чем дело дело в том что его вломили за довольно таки приличные деньги как ремень для правки бритвы он для правки топора не подойдет он для правки лопаты не подойдет не то что там бритвы вот это раз во вторых пришли сразу две бритвки на заточку я посмотрел они в таком идеальном состоянии я просто собой все это не взял потому что мысла их тащить нет они слишком были идеальны также в плане заточки заточка была просто шикардос но волос конечно не рубила чуть-чуть подсевшие оказалось все это правило на этом китайском алиэкспресс варианте когда взял такой вот ремешок вот такой вот и даже точнее не тоже специально не на гладкой стране шлифованный а вот на этой вот прошелся всего лишь 10 кругов на этом еще не трогал даже вообще то есть что получилось бритвки начали рубить волос просто идеально идеально связался с заказчиком заточки поговорили будет нет не трогать то не надо все отлично отправляю очень бритвки поправленные на ремне на кожу на времени поправлены обратно плюс натуральный кожаный ремень поедет вместе с этими бритвками обратно объясняю еще то есть вот ремень да вот ремень натуральный ремень рабочий ремень вот на нем вы правите свою бритву править и до тех пор пока она вообще просто перестанет когда-то может быть это такое случится править перестанет тогда вы берете любой ремень можно модель чина и постированный сильно натягивайте его чтобы не было провиса это обязательно ремень сильно натянуть и без нажима на нем подтачиваете это не правка это под заточка как поправка заточки этой кромки эта кромка просто если она уже просто не выравнивается ну никак уже все хотя это редко что-то еще вы просто выравниваете заточку с помощью пасты то есть паста вам заменяет финишный камень и и заново на натуральном кожным чистом ремне поправляете все постиранный ремень можно использовать каждый раз можно использовать это ничего плохого не принесет но нет надобности если примеру то и не надо почему объясняю потому что на постиранном ремне если вы будете постоянно гонять примерно даже через день вы бреетесь и будете постоянно на этом ремне гонять что получается паста засаливается вот этим вот сталью который снимается оттуда микро частицами они ни на что не влияют там ни на кромку ни на что но паста задирается запачкается то есть там и вам придется заново добивать пасты туда еще зачем вам эти заботы правильно чтобы ремень сохранился вам на всю жизнь от постированный и вам не пришлось ну может за всю жизнь один раз вы добавите когда-нибудь эту пасту и больше не надо будет это делать вот именно для этого желательно чтобы у вас было пару ремешков один любой фуфловый то есть именно под пасту вообще вот по барабану какой волос он будет главное чтобы желательно ну хотя бы типа кожаный хотя бы пусть этот картон до картон но он то есть по ощущениям приближенный как-то вроде бы как чем-то смахивает на кожу хотя и рядом нет но он все же вот это вам хватит чтобы подправить ваше острие ваши бритвы смысле и все и вам не нужно постоянно будет подмазывать пасты многое или мало ли и и вот только из-за этого вторую бритвку жду жду сдэк что-то у нас лагает и поэтому сейчас я взялся за работу покажу если что будет показывать или будут снимать так вот каждый день частями что ж дела двигаются в общем ободрал их ободрал проклеймил даже вот эту обдирку вот эту обдирку не на гриндере для особо там внимательных то есть как бы есть такие люди которые говорят что он там все на гриндере делает на гриндере вот еще что я делаю вот торцы то есть чтобы выдержать угол вот здесь я на гриндере пробегаюсь да есть это все на этом мне а вот этот уголок делаю на гриндере изначально потом опять же не на нем вот поэтому не надо бла-бла а я вот так вот заклеймил зачистил сначала зачистить нужно потом заклеймить еще раз зачистить потому что металл выдавляется и это мешает то есть выровнять плоскости перед термообработкой что означает эти цифры это 19 год восьмой месяц снежинка означает что дамаск то что в основном то что дамаск и еще ну для себя опять же я это означаю то что буду выжигать углерод буква к это первая буква в моей фамилии вот так вот да кстати помните может быть то видео в крайне в котором я говорил что буду следующие бритвы там уже выжигать углерод так вот с того момента все до одной бритвы с выжженным углеродом то есть это повышает мягкость эластичность стали и при всем при этом теряется только максимум ну где-то пару единиц допустим если они были бы вот допустим шестьдесят две единицы если просто ну по всем технологиям все это дело провести тут термообработку то с выжженным углеродом то есть он выжигается не совсем но не трех долях там все высчитано то они получаются шестьдесят единиц и поэтому твердость все так же максимально достойно но при всем при этом будет очень эластична очень податлива в заточки вправки и в бритье это опять же даст свои плюсы ну что ж а я сейчас буду ровнять еще не ровнял только зачистил второй раз и это в печку погреться их а то на улице у нас погода холодная вот сейчас мы их нагреем все вот девчата только что с пляжа под загорелые вот такие вот они у нас уже с кучей уже сейчас зачищу у меня на сегодня больше ничего не успеваю поэтому ток зачистить все мне больше некогда надо бежать мне тут как ты уже говорил почему приходится надергаться мне производство не одно это вот мое просто душевное производство есть производство для зарабатывания денег и причем еще не одно поэтому я срываюсь и хочу вам показать потому что был когда то вопрос не помню когда что нужно чтобы проявить дамаск нужно только протравить или можно еще что то сделать вот примерно закалить и ничего не трогать если дамаск полноценный настоящий он покажет вам свою суть то есть вот так вот он выглядит непротравленный вообще непротравленный это же еще хороший показатель вот в этот момент смотреть если он выглядит рваным где-то какие-то такие полоски ну как бы прям вот так полоски идут прямо вот так вот прям это называется глубокий непровар внутренний и поэтому желательно эту бритвку оставить себе или на распродажу ну на распродажу я конечно не знаю как это все вот самое интересное что когда вот берут у меня бритву с распродажи именно ее именно ее именно эту бритвку будут рассматривать на всяких там форумах на всяких там по болтушках блин вот искать на ней минусы естественно они там что-то найдут потому что брак есть брак на распродаже продавался и вот начинается вот эта вся канитель ну что да как да почему и что я делаю то есть судят по браку я могу его просто выкидывать да и не давать повода но выкидывать это очень дорого то есть если это просто заготовка для ножа она будет стоить вообще там рублей от 500 начинается до тысячи все понимаете в чем смысл вот эти примеры заготовочки стоят от 16 до 18 ну 18 это редко когда у меня получается уже когда я больше слоев вкладываю или больше размер самой вот этой заготовки вот сейчас где-то в районе ну не меньше 16 но и не особо больше может 16-16 с половиной там до 17 вот так вот себестоимость так что вот мне бросаться вот такими делами как бы ну вообще никак не интересно и приходится вот это вот все дело хоть хоть как-то продавать хоть какие-то деньги возвращать почему вот тоже говорят там вот есть дамаск ножевой есть дамаск бритвенный да он в принципе в общем то тот же самый просто в ножевой дамаск вкладывается сталь 3 процент там такой одна третья часть примерно иногда даже 50 процентов одна вторая вот бритвенный дамаск сталь 3 нельзя вкладывать вообще никак потому что сталь 3 всегда отдаст микропилу и это ну ничего не выйдет вообще глухой номер просто здесь должны быть только схожие по свойствам то есть по характеристикам стали по результатам этим характеристикам которые будут уже после там обработки разнообразной и они должны очень хорошо вариться и иметь примерно одинаковую твердость в итоге примерно одинаковую почему потому что когда они произойдет смешение они станут одним монолитом и ценник от того что вот если пример делал бы вот не одну вот эту вот штуку а делал много штук но для ножей но сами например возьмите просто разделите 16 тысяч ну примерно по 700 рублей то есть вот как то так вот то есть получается сколько штук у меня бы вышло ножей если бы я это делал ножи а не бритвы бритвенный дамаск никто не хочет делать потому что во первых его просто так не сделать потому что нужно годами подбирать долго мучиться много брака много денег в хлам просто взять и выбросить ну иногда ножи пустить бывает когда я более-менее вот поэтому ну все это вот что просто сделать вот точно такой же дамаск нужно годы нужно горы брака проб ошибок и снова проб и поэтому кому это надо чтобы вот себестоимость куска дамаска стоила вот столько денег и столько работы с ним провернуть поэтому это это вам не это ну что ж все не нужно бежать меня еще кузница в ночь ждет у меня еще сейчас другое там еще производство люди ждут от меня действий решений и помощи поэтому я побежал в следующий раз будет следующее что-то буду показывать обязательно пока вот день третий четвертый не помню уже то есть все выходные тут работал работал и вот наконец-то я приступил к выведению лезвий это еще по-грубому просто по-грубому вот спиночки тут прошелся этот закругленные будут они уже голос свой проявляют вот такие сейчас на данный момент вот в общем это грубые 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 выведения просто геометрию улавливаю вот такие вот они все ну они чуть-чуть чуть-чуть да давайте вот так вот отличаются немножко там друг от дружки ну совсем на чуть-чуть вот как на чуть-чуть то вот вроде да да чуть-чуть на полмиллиметра уже это еще вообще не хочет огласить ну куда им еще да им до этого еще терпеть или терпеть меня да не показал вот тут обушки такие вот ржавенькие красавицы рыженькие но не ржавеет потому что они очень такие как очень градусов 60 горячий их воду бульк они сразу прихватываются из-за этого кстати кстати вот частенько задают вопрос что ржавеет быстрее что не быстрее скажу вам сразу ржавеет быстрее ШХ-15 вообще моментом просто потом на втором месте стоит У-8 У-10 то есть ну как чтобы заржавело надо за ней не ухаживать реально не ухаживать просто бросить это занятие нафиг и они будут потихонечку прихватываться дальше идет дамасская сталь на уровне примерно Х-12МФ или Д-2 там без разницы вот как получается так я точно не знаю но думаю что это из-за плотности так как плотность просто огроменная на дамасской стали просто сверх 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 поэтому она является как бы даже полу нержавеющей чтобы прихватилась сжавчиной дамасской бритва это надо знать я не знаю туда что делать мыть ее в соленой воде и не протирать вот так вот примерно ну и дальше уже только идут нержавеющие там хромовые стали где хрома там уже много ну вот как бы так там прочие присадки да хочу с вами поделиться новостями сейчас айента новый ремешок пока только один нет времени волшебный я его назову ремешок почему он волшебный потому что вот это вот гладкая сторона она реально гладкая она работает шикардос но если вы переворачиваете и прокатите раз двадцать кругов в смысле двадцать вот по этой стороне она тоже гладкая но какая то такая я не знаю как будто вот на ощупь как будто мягкая мягкая какая то спиненая резина что такое но это натуральная кожа коровья то это ремешок вам покажется волшебным он любую усевшую в хлам бритву выправит так что она будет как будто только что после заточки только мягкое еще бритье и вот тут евро еврокрай такой вот сделан еврокрай ну то есть без кольца хотел сделать кольцо но что-то не захотелось потому что мне самому такое нравится и па-па-па-пам ха-ха пробный вариант а как вам хромированные как его там называют карабин разборная разборная да вот здесь конечно надо что-то тут подумать покрасившим вот вот так вот изгаляюсь вот так вот занимаюсь хотя надо и повесить пока пускай висит и еще есть новость новость заключается в том что я испытывал на себе бритвы которые были заточены две бритвы дамасские одна была они все были заточены одинаково но финишированным была одна была как его гуанси черный вот китайский гуанси вторая была финиширована на этом неловом камне который на него там тын-дын не выговоришь не запомнишь вот и что получилось первое первое самое бритье то есть в лидерах на первом брите была бритовка после гуанси и она брила чище самое главное мягче и даже как-то шустрее ну я было немного даже подрастроился что вот этот меловой камушек все-таки хуже чем вот этот вот натурал китайский но после бритья я их кругов десять по волшебному ремню потом перед бритьем еще кругов десять по волшебному ремню и второе бритье меня удивило настолько что просто впечатление вот совершенно поменялись прям противоположно то есть противоположно как то есть та бритовка которая была на гуанси она начала жестче брить реально на втором бритье и если что-то где-то ну легкая какая-то ошибочка то она сразу делает легкий такой порез но удивило другое больше удивило то что ну там нужно просто микропоработку сделать и она не будет вот такая вот опасная то есть сделать ее более безопасной а вот после мелового камня на втором бритье бритовка показала себя просто на отлично просто на отлично то есть она после только что заточки то есть она была еще такая жаскученькая такая какая-то непонятная то на втором бритье она показала всю свою прелесть и поэтому я то есть еще более не жалею что посоветовал вот этот белый меловой камушек как финишник потому что бритовка реально порадовала именно на втором бритье на первом бритье от нее не ждите мягкости второе бритье будет просто отлично дальше посмотрим дальше поглядим но вот уже какие-таки результаты что ж и тут дальше заниматься с лезьями насколько сегодня хватит не знаю пока вот и все день подошел к концу день вот в работе был удачным удачным и на данный момент то вот так вот все это выглядит вот так это все выглядит то есть тут еще работать и работать но у меня есть вопрос к вам посмотрите на шлифовку вот вопрос звучит так то есть как мне оставить это лезвие вот в таком состоянии и все остальное протравить или протравить все вместе или сделать и так и так то есть как по-вашему правильно больше в какую сторону склоняться как бы вот так вот сейчас из-за штатива скоро не достанешь тепленький еще вот видите да вот в таком вот состоянии то есть как бы да тут вот так и с переходом вот сюда заметьте для чего это нужен переход ну это чтобы вот когда вы так сковырнулись по ремню а на ремне ничего не осталось там царапинки там что-то еще такого это важно это очень важно сейчас я покажу других тоже вот видите что вот этот ковырок как бы его правильно назвать когда слетает полотно оно не должно в принципе царапать а вот у таких вот где скругленные бушки там зафаскованы слова да какие вот эти фаски надо будет еще полировать чтобы они были скользкими сейчас они не скользкие то есть полировать надо все круглят вот еще но фаски это просто в первую очередь и потом еще насечку буду делать еще раз калибровать отверстие вот как бы так в общем интересно интересно то что интересно вам а это вот оставить такими лезвия или протравить разница в чем скажу если я протравлю они будут еще тоньше еще более голосистыми а сейчас они вот так вот на данный момент они сейчас так вот выглядят и если протравить это будет еще тоньше еще звонче но надо ли оно вам это вот звонче вот так 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 есть резкость все в принципе все на этом мне кажется надо завязывать сегодня с работой уже и на этом прощаюсь с вами до встречи в ютубе пока не знаю я это это там